Приветствую вас. Что такое переломный момент в жизни? Пишет автор вопроса. Это значит, что все будет очень плохо? Переломный момент в жизни это факт, а то, что будет все очень плохо, это оценка. То есть, соотношение факта и оценки уже говорит о том, что переломный момент не означает точно все будет плохо. Я бы сказал, что переломный момент означает скорее, что будет по-другому. Нехорошо, неплохо, по-другому. Будет просто по-другому и все. Это действительно не всегда воспринимается позитивным. Вот. То есть, ну действительно, не всегда это воспринимается позитивно, не всегда это воспринимается хорошо. Человеку. Человекам. Вот. Человеку. Это правда. Это правда. Не всегда. Но, на мой взгляд, ну это совсем не значит, что все будет плохо. Человеку. То есть, это скорее больше история про, ну на самом деле, какие-то изменения. Вот. Это на самом деле история больше про простые изменения в жизни человека. Вот. И все, все в общем, в общем, в общем и целом. Вот. Поэтому я бы сказал неправду, если бы сказал, что переломные моменты не нужны. Это было бы неправда. Переломные моменты в жизни человека нужны и необходимы. Это позволяет нам меняться. Это позволяет нам узнавать какие-то новые вещи о себе в том числе. То есть, переломные моменты необходимы. И если от них и бывает плохо, то как правило именно из-за того, что человек отказывается эти изменения признавать. Он пытается бороться с этими изменениями. Он пытается их избегать, пытается вернуть все как было. И в этом смысле, да, если смотреть с такой позиции, то действительно все может быть плохо. Но, как вы понимаете, это только субъективная история. Это только такой очень субъективный момент здесь. И, конечно же, безусловно, бывает так, что действительно переломный момент означает ухудшение качества жизни. Это правда бывает. Но далеко не всегда и в понятие переломный момент, да, входит пожалуй гораздо больше чем, ну, вот то, что вы, например, описали. Гораздо больше входит, входит. Вот. Поэтому как-то так. Если вам, например, плохо, ну, если вам именно плохо от того, что в вашей жизни происходит, то необходимо, во-первых, проживать это вместе с психологом, да, проживать это, проживать это. То есть над своим чувством, ну, прожить. Вот. Это первое. А второе, это, в общем-то, как-то, ну, начинать что-то менять в своей жизни, вот, если вас что-то не устраивает. Да, потому что, ну, вот, то есть у вас, условно говоря, может что-то не устраивает, да, это абсолютно нормально, вот, абсолютно адекватно. Потому что вам действительно может, вот, что-то в вашей жизни не нравится, и вы действительно можете быть чем-то недовольны в своей жизни. Ну, вот, это нормально, нужно, ну, 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 на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно что-то менять. Вот. Вот. Другой вопрос заключается в том, хотите ли вы что-то менять в своей жизни или нет? Вот. И если да, то как, то есть как именно вы хотели бы и могли, могли бы менять в своей жизни то, что вам не нравится? Вот. Вот. Это вопрос исключительно, вот, ну, подхода, да, такого вот, ну, поведенческого подхода. В самом вопросе ничего страшного нет, пусть вас это как-то не пугает, да, потому что, ну, абсолютно нормально испытывать какие-то, ну, не знаю, подавляющие, скажем так, чувства. Вот. При переломных моментах, потому что человек вполне может быть к этому не готов, то есть человек вполне может не подозревать о том, что, вот, в переломный момент как бы, ну, подступает, и для него это вот, ну, действительно может быть чем-то таким очень неожиданным, для него это действительно может быть чем-то, чем-то таким, ну, травмирующим, вот, и в общем и целом, на мой взгляд, подобное является просто вызовом в жизни, ну, вот в нашей жизни, да, подобное является вызовом. который мы можем принять, а можем, можем не принимать, вот, и бороться с этим. Такой, на мой взгляд, довольно хороший вопрос, вот, если мы спрашиваем себя о том, что из этого получится, да, и на мой взгляд, ну, вот, если мы не принимаем, да, чего-то, да, каких-то изменений, а пытаемся с ними просто, ну, бороться, то, на мой взгляд, как бы, получается только то, что человек вот тут, по сути, становится несчастным. Такие дела, поэтому очень часто в переломных моментах нужна человеку поддержка, нужна, 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 engage в coisa бои, нужна, нужна молодая%, ну, нужна нужна seedling в этот момент, а, можно приятнаерьте с GuardiaGésus-Fstein, к себе. Вот. Ничего в этом ужасного нет. Как мне кажется. То есть да, это неприятно, ну, может быть, это действительно может быть, может быть, может быть неприятно. Это правда. Но это, как мне кажется, не является всем критичным. Прямо чем-то таким вот, что нельзя как-то, допустим, исправить, да, нельзя переделать и так далее. Уэллс это просто, знаете, звучит, я бы сказал, как-то драматично. Вот. Ну и именно вот конкретно от вас это звучит именно вот что драматично. И мне просто видится, что драматизма здесь нет. Если драматизм присутствует, да, вот, то, по-видимому, речь идет о, ну, о вашей потребности в внимании. Вот. Опять же, опять же, опять же, тут ничего такого. Прям плохого нет, да, просто можно и нужно заметить в себе эту потребность во внимании, вот, признать ее и, в общем-то, ну, реализовывать, скажем так. Вот это не, это не сложно. Это не сложно, особенно если вы, там, ну, работаете, например, с психологом. Ну, допустим. Вот. Если вы занимаетесь психологом, если вы работаете с ним. Вот. Как-то так. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего, всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи. Но, вы видите, Gobierno. England в ней работать. В этом. Или 나.